Ну, во-первых, делаем рисунок. Увидим, увидим. Значит, дальше. Так, значит, рисую рисуночек. Сверху смотрю на мембрану, и получается, что это у меня плоскость, в которой она расположена. Я назначу ее плоскость икси. Икси. Вот. А она круглая, эта мембрана. Вот я рисую. Ее вид сверху. Ну, значит, это будет у меня в области подделения моей неизвестной функции. А неизвестной функцией, как всегда, будет отклонение от вот этой горизонтальной плоскости каждой точки мембраны. В зависимости от времени. Вот это будет обзоряжение. Радиус мембраны я обозначу как ρ нулевое. Вот. Ну, под мембраной. Мембрана — это как бы такое двумерное обобщение струны. То есть это тело тонкое. Вот. Далее считается, что оно однородное. То есть пусть у нас плотность мембраны в каждой точке одинаковая. однородное. Ну и, как и с трунами, мембрана абсолютно гибкая. То есть она не сопротивляется изгибу. В этом уравнении, которое будет, это то самое уравнение колебаний, да, о котором мы говорили. Вот. Ну, даже тут получится немножко проще, потому что, ну вот, раз плотность постоянна, да, то можно сразу записывать волновое уравнение. Итак, значит, я записываю задачу. Пишу волновое уравнение. Д2УДЩТВ по ДТ дважды равно А квадрат Лаплас УТТ. И дальше я должен написать вот эту внешнюю силу, ну точнее это должна быть плотность внешних сил, поделенную поделенная на плотность самой мембран ну поскольку сама сила это м же плотность этой силы будет м рог то есть же рог вот а поделить на рог останется только же ну направлю вверх тогда сила будет действовать вниз как естественно здесь у нас предполагается что время меняется от какого-то начального момента нулевого момента до бесконечности ну а для области же это как бы для которых x квадрат плюс x квадрат меньше чем рог нулевой квадрат внутренность вот эта вот величина а квадрат а квадрат задачи это что такое но если мы вводим силу натяжения это будет и делиться на рог рог постоянная плотность мембрана ты силу натяжения то есть вот неоднородное волновое уравнение записано далее задача у нас сказано что мембрана закреплена по краю мембрана с закрепленным краем это означает что на границе области же функция у обращается вот какой ограничен еще раз сама по себе функция это что такое отклонение точек мембран от вот этой горизонтальной плоскости x и вот в каждый момент ремни и 3 и в каждой точке так значит на границе никакого склонения нету она закреплена по краю дальше начальный момент времени мембрана покоится горизонтальной вот этой плоскости плоскости x и вот ну это означает что при t равном нулю и значение и покоится это означает что и скорость всех точек мембраны на начальный момент времени равна нулю значит ду по dt при t равном нулю равна ну вот тот самый правильный вопрос чего она тогда будет колебаться равновесное положение мембрана если есть поле тяжести конечно не совпадает с плоскость то есть она же должна провисать давайте будем считать что у нее какая-то конечная жесткость они бесконечно то есть если она будет бесконечно жесткая мы можем пренебреть просто вот этой силой тяжести когда действительно уровне нулю будет решением этой задачи пусть она будет резиновой и большая тогда точно прогнется до тонкой достаток а квадрат равно отношению т сила натяжения модуль силы натяжения внутри мембраны это то самое обозначение которое у нас появлялась волновом уравнение когда могут занимались выводом волнового уровня некоторый коэффициент который характеризует нашу мембрану зависит от свойств мембрана ну вот значит мы будем решать эту задачу методом фурье методе фурье первый шаг состоит в выборе базиса и выбираем мы его как решение задачи на собственное значение для оператора который стоит у нас вот здесь вот в правой части нашего уравнение данном случае это оператор лапласа ну надо что со знакомыми итак выбор базиса первое выбор базиса да это решение вот такой задачи минус оператор граничные условия надо брать те самые которые есть у нашей конкретной задачи то есть вот эти вот у на границу области g разу 0 ну и в задаче на собственное значение есть два дополнительных условия то что функция у отлично от нуля ну в смысле дождественного нуля да и норма функции у должна быть равна единице ну как решать такую задачу это задача на собственное значение для операторого класса в круге мы знаем да то есть вот в прошлом семестре на практике мы ее решали подробно поэтому я ее подробно решать не буду а просто как бы схематично я выпишу основные шаги и решение в чем эти основные шаги заключаются ну во первых во первых удобно перейти полярных координат потому что область представляет собой круг а в полярных координатах окружность то есть граница круга это одна из координатных линий итак значит перехожу в полярные координаты уравнение задачи на собственное значение учетом вида операторого класса полярных координат здесь сколько я пишу оператором класса полярных координат d2 по d0 2 идиница норо dpd плюс единица норо квадрат d2 по df2 операторого класса полярных координат Дальше моя функция теперь зависит от ро и φ равно λ у ρ и φ. Раз. Второе. Мое вот это граничное условие перепишется таким образом. При ρ равном ρ нулевом и любом умею φ равно нулевому. Значит для любого φ. Больше граничных условий мы использовали. Но при этом переходе в полярный координат возникают так называемые естественные граничные условия. Во-первых, в точке ρ равной нулю у нас обращается ноль якобиан перехода. Поэтому возникает так называемые естественные граничные условия вот такого вида. У 0 φ меньше бесконечности. Имеется ввиду у всех φ. Это естественные граничные условия. И второе естественное граничное условие. Это условие 2π периодичности. По φ. Значит у ρ φ равно у ρ φ плюс 2π. Ну это снова для всех значений ρ и φ. Вот. Еще раз. Вот. Давайте я так помечу. Вот это вот исходное. Исходное граничное условие. А вот это вот так называемое естественное граничное условие. То есть как бы появляется за счет замены переменной. Так. Вовременный переменной. Так. Наше вот это требование, что у от ρ φ не равно нулютождественном. Тоже просто переписывается. Ну и норма. Норма функции у. В данном случае это будет интеграл по области g от модуля. Значит. От квадрата модуля. От. Значит. Ну. Как я уже напишу. ρ d, ρ d. Вот. Вот. Этот интеграл должен быть равенному методу. Ну вот. Переписали задачу в поляных координатах. Да. Дальше. Согласно нашему методу разделения переменных мы должны предположить, что наша функция, неизвестная у от ρ и φ представляется в виде произведения функции r от ρ, r от φ. Сделав такое предположение, мы получим возможность разделить переменные в этой задаче. Ну. Шаг, который все проделывали. Да. Неоднократно. Поэтому я его пропускаю, а выписываю уже одномерные задачи, которые получатся. Значит. Получается у нас задача для переменной φ. То есть для функции f от φ. Вот так вот она выглядит. Минус f2' от φ равно μ f от φ. Появляется константа разделения переменных, которую я обозначил μ. И для функции f от φ у нас выполняется граничная ускорка. f от φ равно f от φ плюс 2 φ. Вот. Ну. Дальше. f от φ не разумен соответственно. Ну и норма f равна 1. Вот. Для этой задачи решение известно. Да. Я позволю себе сразу выписать и решение. Вот. Мы знаем, что возникает у нас бесконечный набор вот этих чисел μ. Я придам им индексы. И, значит, этот набор чисел это m квадратный. Вот. Ну, дальше. Вот эти вот собственные функции, нормированные на единицу, я запишу в комплексном виде. Или в комплексной форме. Как е в степени и m кв, делить на корень из двух и. Ну и тем самым я предполагаю, что индекс m у меня принимает значение 0, плюс минус 1, плюс минус 2, так далее. Значение μ равное 0 вырождено однократно. Все остальные значения для, значит, m для μ не равного 0, вот эти m квадрат, они как бы однократно вырождены. Соответствуют. Соответствующие собственные функции соответствуют, ну, значению индекса m в этой паре с плюсом и с минусом. плюс 1, минус 1 будет для пары вырожденной, то есть пара собственных функций для вырожденного значения μ равного 1. Для радиальной части, то есть для радиальной функции у нас задача будет принять следующим образом. уравнение выглядит так. ρ квадрат, r большое 2 штриха от ро, плюс ρ, r штрих от ро, плюс λ ρ квадрат, минус… Ну, и тут при разделении переменной появляется вот то самое μ, а я его сразу заменю уже на найденное умное значение m квадрат. То есть сразу запиши там m квадрат. r от ро равно 0. Граничное условие, вот это вот, которое есть в исходной задаче, приведет меня к следующему условию. r от ро равно 0. Ну, а естественное ограниченное условие, вот это вот, в точке ρ равное 0, приведет меня к такому требованию. r от нуля меньше бесконечности, то есть функция ограниченной. значит, вот эти два условия снова, просто переписываю, r от ро не равно 0. Рождественное. Ну и норма r, это будет уже корень квадратный из… где я Патфея писал? Ну ладно. Значит, для интеграла от нуля до ро нулевого, значит, r в квадрате ρ, ρ и ρ. Вот такой вот интеграл будет называться нормой функции r. Он должен нейтрально измениться. Вот, значит, задача для радиальной функции. Но опять же, решаем ее, знаем, как это делать. И я просто записываю ответ. Оказывается, что вот эти вот λ, они могут быть только положительными и имеют все значения следующего вида. λ, это z, m, kt поделить на ρ нулевое квадратное. Где? 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 z, m, kt, это kt корень. Уравнение y по модулю m от z равно 0. Ну, здесь вот эта функция y с индексом m – это функция веселя первого рода. Функция веселя порядка модуль m. Вот. Ну, вот этот модуль m возникает из-за такого способа нумерации функций, когда у меня включаются отрицательные индексы. А само уравнение от знака, что ли вот этого индекса, оно не зависит, поэтому одинаковое решение будет для положительных отрицательных m. Это здесь и подсчет. Ну, а сама функция, вот, собственная функция, радиальная ее частичная, выглядит следующим образом. r, k, m от ρ – это, ну, сначала есть некоторые константы нормировки, m, k, m, а дальше идет функция веселя первого рода порядка модуль m от z, m, kt, ρ и поделить на ρ нулевой. Вот. Как выглядит, значит, радиальная часть собственной функции. Ну, понадобится нам выражение для вот этой константы нормировки, я напишу. Исходя из требования, что вот эта вот норма функции r, k, m в квадрате равна единице, вот, у нас получается, что интеграл от нуля до ρ нулевого, m, k, m в квадрате, y, k, m, k, m, k, r, k. Или здесь можно ввести новую переменную, чтобы вот этот комплекс, который стоит внутри здесь, как аргумент функции Беселя, был этой новой переменной. То есть переменная новая будет так. z равно z mkd, z mkd, ρ, поделить на ρ нулевое. Вот так. Ну и тогда у нас получится следующее. Вот mkmd квадрат вытащится за скобочки. Мы должны, чтобы здесь организовать переменную z, домножить два раза и поделить на вот этот множитель постоянный. Ну и вот когда я поделю, у меня здесь получится так. ρ нулевое в квадрате, z mkd квадрате, а интеграл у нас получится от нуля. Ну, при ρ равном ρ нулевом, z равно z mkd, то есть верхний предел у меня вместо ρ нулевое станет z mkd, z mkd квадрате, modul m, z, 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 z. То есть вот выражение, то, что вот этот вот интеграл, ну еще раз, я напишу, что это все равно единице, да. Выражение, из которого можно искать вот эту константу нормировки. Вот. Запишу это так. Это nkm, дальше ρ нулевое в квадрате, z, mkd квадрате, и умножить. Ну вот этот интеграл я назову следующим образом. Это будет интеграл, обозначен буквой i. Ну он, как бы, видите, от квадрата функции здесь или, вот это, что ли, я здесь вот поставлю так вот двоечку, да. Да. И зависит от индексов m и k. Ну, значит, это будет и 2m в квадрате. То есть вот этот интеграл, если посчитать, да, вот сюда его подставить, отсюда из этого выражения можно сразу найти, это m, простите, km в квадрате. nkm в квадрате. Так. Ну, в результате. Мы это оставим на подробности, в расчетах этого интеграла. Вот. В результате у меня вот эта вот собственная функция u, k, mt, от r представляется в виде произведения функции r, k, mt, от r и на f, mt, от φ. Вот. И здесь у меня k проведает значение 1, 2, 3 и так далее. m у меня пробегает значение 0, плюс-минус 1, плюс-минус 2 и так далее. То есть вот я выписал решение задачи, вот этой задачи на собственное значение для оператора алла-класса в круге, пользуясь тем, что мы ее решали на практике. Ну, значит, тем же самым базис найден и дальше надо действовать согласно методу фурье. Следующий шаг состоит в разложении в ряд фурье всего, что есть у меня в задаче моей. третий шаг. Разложение в ряд фурье. А, или это второй, да? Второй шаг, потому что там будет первый шаг. Разложение в ряд фурье. Вот. Ну, что касается неизвестной функции, мы просто, как мы выписываем это разложение, да? Ну, там коэффициенты фурье остаются неизвестными. То есть вот эта функция неизвестна. Друг замещает аргументов tr, представляется в виде ряда. Значит, суммирование идет по индексу k и по индексу m. Ну, я подразумеваю, что по всем возможным значениям индексов, вот они тут выписаны, да? Вот они, базисные функции, да? Вот их явные. Ну, а коэффициенты c, k, m зависят только от tr, и они неизвестны, их надо им. Ну, дальше я задачу стер, вот. А вы посмотрите, что там еще остается в задаче. На самом деле только одна функция, а именно вот это внешнее воздействие. Потому что начальные условия там нули. И нули разлагать в ряд фурье, ну, как это, нули же будет в центре фурье, да? То есть это не надо сделать. Итак, значит, я должен записать, что вот это вот g, ну, минус g, я должен разложить в ряд фурье, да? Формально записываю это разложение. Это будет сумма по k, m, g, k, m, d, умножить на u, k, m, d, вот это формальное разложение. Ну, а дальше я должен вот эти вот коэффициенты фурье моей вот этой функции посчитать. Она известна, значит, вот эти собственные функции мне известны, я могу все посчитать. Вот этим я сейчас и занимаюсь. Итак, считаю вот эти коэффициенты фурье моей функции. Итак, по определению коэффициент фурье это скалярное произведение функции, которую я рассматриваю, в данном случае это минус g, да? На функцию q, k, m, a, d. Да, ну, ладно, q, m. А дальше я должен писать, что это на самом деле интеграл по области g от, значит, вот этой моей функции. произведение минус g, это внешнее воздействие, умножить на сопряженную базисную функцию и по d, вот, g. Вот это скалярное произведение, должен посчитать. Ну, что тут надо сделать? Наверное, минус g сразу не тащится, потому что это константка, да? Интеграл по области g, это будет двойной интеграл. От 0 до ρ нулевого и от 0 до 2,1. Ну и дальше я должен записать вот эту мою собственную функцию, комплексно сопряженную. Итак, это будет r, k, m от ρ на φ, mt, комплексно сопряженную от φ. И дальше я должен писать ρ, d ρ, dφ. Вот. Интеграл распадается на произведение двух интегралов. Один порог, другой порог. Итак, минус g. Интеграл, ну, в первом запишу интеграл порог. От 0 до ρ нулевое, r, h, m от ρ, ρ, d ρ умножить на интеграл от 0 до 2π, r, dφ. Вот. Ну, вот этот интеграл посчитаю отдельно, последняя реаб функция. Итак, это будет интеграл от 0 до 2π, r, n комплексно сопряженной, dφ. Вспоминаю вид функции ФНТ, это экспоненты, но теперь комплексно сопряженное, значит плюс на минус я должен заменить. Итак, это будет интеграл от 0 за 2 Пи в степени минус Пи поделить на корень из 2 Пи. Ну и вот что мы имеем. Мы имеем интеграл от 0 до 2 Пи от экспоненты комплексные. Ну сама по себе комплексные экспоненты это сумма косинус МФи, ну в данном случае минус и синус МФи. Косинус и синус периодические функции. У них период, значит мы интегрируем их по М периодам и косинус и синус. Что получится? 0 конечно. За исключением одного случая. Когда у нас М равно 0, тогда вместо экспонента остается единица и вот тут будет 0, а в остальных случаях 0. Понятно? Значит вот это я и должен записать. У меня получится единица поделить на корень из 2 Пи умножить на 2 Пи. Ну а дальше я должен записать либо словами, либо с помощью такого обозначения. Что у меня вот в том же случае М равно 0 отличная от 0 величина. То есть вот это так называемый дельта символ Кронекера. Повторяю, что это замена слов таких. Если М равно 0, это единица. Если М не равно 0, это 0. Ну в результате вот так получается. корень из 2 Пи, вот с учетом этой наберочек, на дельта М0. Так, значит я воспользуюсь этим результатом и продолжу вот эти вычисления. то есть здесь получится так. Минус G интеграл от 0 до РО нулевого РКМ РО ДРО умножить на корень из 2 Пи и на дельта М0. Вот, и еще дальше немножко подробно. Вот, еще мне одна строчка понадобится. Вот, теперь я снова подставляю явный минус вот этой функции РКМ и, значит, ну, записываю что получится. равно минус G корень из 2 Пи, это я вот то, что дам, дельта М0, это я записал. Так, дальше. Интеграл от 0 до РО нулевого РКМ. Интеграл от 0 до РО нулевого РКМ и умножить на РО. РО ДРО. Вот, что у меня получилось. А, ну, даже на шаг раньше, ну ладно, не сделал, значит, сейчас делаю. Я сделаю такое упрощение. Ну, смотрите. У меня здесь вот стоит нольтосимвол. Он означает, что при М отличном от 0 это все ноль. Ну, то есть вот здесь ноль, а значит и произведение все равно ноль. Значит, не имеет смысла рассматривать, даже в этом интеграле уже, только значение М равное нулю. Все остальные неинтересны. Вот. Поэтому я, ну, вот это упрощаю. То есть на самом деле вот здесь я должен поставить ноль, вот здесь вот ноль и вот здесь вот ноль. И снова я проделаю вот ту самую замену перемен. Когда вот этот комплекс, который внутри у меня здесь аргумента функции, я обозначу за новую переменную z. Тогда интеграл у меня будет от нуля до этого z. Ну, ноль катого. Вот. Здесь будет M к ноль, ну и так далее. Вот эти упрощения я проделаю и записываю. И записываю. Танон. М равно минус G корень из-за дельта M ноль. Значит, N вынес за интеграл. К ноль. М равно нулю уже. Покажи. Остальные M мне неинтересно. Дальше. А. Домножен уподелил на вот это вот постоянное отношение. Значит, будет ровно нулевое. Z ноль катая квадрат квадрат квадрат. И интеграл. Интеграл у меня от нуля до Z ноль катого. Вот. Ёд. Ноль. Z. Z, Z, Z. Ну, вот этот интеграл, вот этот же интеграл, я тоже обозначил некоторые буковки. Вот. Такое обозначение еду. Вот этот интеграл. Это будет интеграл. Ну, тут смотрите. Первая степень функции беседы. Вот я по этой избуке. Ну, а дальше. Индекс ноль и К. Идекс ноль К. Вот. То есть до этого у нас было обозначение и два МК. Ну, а здесь как бы по аналогии один МК. Вот. Все. Получил результат такой. Ниже запишу. Значит, минус G, корень 2P, дельта, M, значит, 0, N, K, 0, Rho, 0 в квадрате, Z, 0 в квадрате, Z, 0 в квадрате. И. И. Один. Вот. А. То есть вот, в принципе, если я еще посчитаю вот этот интеграл в явном виде. И все будет хорошо уже, да? То есть я уже в явном виде запишу выражение для G, K, M. Ну, расчет этого интеграла я на потом, на последок оставлю. Так. Значит, вот я буду пользоваться тем фактом, что у меня G, K, M, да, G, K, M в результате, в результате вычисления. Ну, вот так. Могу написать. Здесь вот. G, K, M, равно. Нет. Ну, давайте отдельно запишу, чтобы. Вот здесь вот. Еще раз. Чем я буду пользоваться сейчас? G, K, M, равно. Ну, это тоже здесь вот такое. G, K, 0, на дельта, M, 0. Нет. То есть этим, вот этим я сейчас буду пользоваться, я подчеркиваю, что на самом деле только для M, равно 0, у меня G, K, 0, отлично от 0. А вот если M не равно 0, G, K, M, равно 0. Понятно, что здесь записано? Понятно? Ну, еще. Записаны простые слова, но мы видим математические формы. Если M у меня равно 0, здесь мне что-то отличное. А вот если M не равно 0, то нормально. Понятно? Так, ну вот, будущее, значит, будем двигаться дальше. Значит, третий шаг – это получение задач для коэффициентов Fourier нашей небесной Фурии. Так, вот это, значит, выражение у вас записано, я все это стираю, а вот это оставлю. Так, вот это вот оставлю. Итак, значит, чтобы получить задачи для коэффициентов Fourier. Так, включение задачи для C, K, M. Чтобы получить эти задачи, я должен разложение вот этих вот в ряд фури подставить в мою исходную задачу. Значит, начинается у меня все с уравнения, и я его записываю. D2, VD, T2, что-то. Сумма, ну, получается, по K, M. Неизвестная функция – это вот тот ряд. Значит, C, K, M, U, K, M, U, A, D. Вот, это, значит, первый член уравнений, значит, да? Который стоит у меня слева. Значит, дальше равно. Но А квадрат операторного класса, который действует на, и снова тот же самый ряд, сумма по КЛ, СКМТ, УКМР. И плюс вот этот ряд, минус Ж. То есть это будет сумма УКМ, ЖКМ, УКМ, АД. Ну, что получится, мы знаем. Дифференцирование по времени будет действовать только на УКМ, АД. Появится вторая производная по времени. Операторного класса будет действовать на вот эти функции УКМ, АД. Они являются собственными для него. То есть, у нас минус Лямбда КМ, ну, на УКМ. Ну, этот ряд останется без изменений. Но все-таки я еще раз запишу. То есть, у нас минус Лямбда КМР. равно, значит, А квадрата, сумма КМ, значит, СКМ, АД. На минус Лямбда КМ, УКМ, АД. Вот это я подействовал оператором Лапласа. На вот эти УКМ появилось. Минус Лямбда КМ. Вот, ну, тут еще была у меня сумма ЖКМ на УКМ, АД. Опять, я записываю без изменений. Дальше я пользуюсь тем, что у меня вот эти самые собственные функции, точнее, базисные функции, они у меня линейно независимы. Все УКМ друг друга компенсировать не могут. Поэтому должны быть равны коэффициенты при этих базисках функциях. Здесь это коэффициент СКМ с двумя точками. Здесь это коэффициент А квадрат умножить на минус Лямбда КМ на СКМ. Я переношу это в другую сторону, конечно. То есть, что плюс, значит, будет А квадрат Лямбда КМ на СКМ под Т равно, ну, а здесь остается у меня ЖКМ. ЖКМ. То есть, вот уравнение, уравнение, которое удовлетворяет у меня коэффициенты фурения известной функции. Ну, надо еще записать начальные условия, да, граничные условия, которые удовлетворяются автоматически. А начальные условия что собой представляют? Ну, первое начальное условие. Ну, мы видим, что сумма с какими-то коэффициентами вот этих базисных функций равна нулю, как это может быть? Все коэффициенты должны быть равны нулю, да? То есть, отсюда вытекает, что СКМ от нуля, равны нулю. И, наконец, второе начальное условие. Значит, производная по времени от нашей функции, то есть, это будет сумма УКМ СКМ с точкой, СКМП. В момент времени Т равны нулю. Значит, здесь ноль пишем. УКМ от Т равно нулю. Ну, и точно так же у нас вытекает то, что СКМ с точкой от нуля равно нулю. Уравнение и два начальных условия. Задача Коши для коэффициентов Крия. Как и должно быть все. Ну, давайте, сделаем вперед, и сделаем решение.